За советом и помощью к депутатам и чиновникам мэрии на заседание одного из комитетов городской думы пришли уличные предприниматели. Они попросили обратить внимание на количество проверок и выписанных штрафов за несанкционированную торговлю, которые в последнее время выросли. Уже из этих штрафов сколько на нас выписано. Вот я, например, в данный момент пенсионер. У меня уже не покрывает моя пенсия все вот эти штрафы. И конфискации у нас делали, и утилизацию забирали товар у нас. Законно это, незаконно. На строители поставят нам какие-то легкие конструкции. Мы же согласны с тем, чтобы и оплатить самим эти конструкции. На строители, где еще? На строители, восход, Ленина. Но я бы для себя, допустим, я на строителе. Понятно. Или дать землю в аренду нам как-то. В мэрии традиционно предложили таким предпринимателям переехать на центральный рынок. Там созданы льготные места с низкой арендной платой. Однако такой вариант по-прежнему уличных бизнесменов не устраивает. Они хотят работать на уже исторически сложившихся стихийных торговых точках у строителя, восхода и агентства воздушных сообщений. Причина неуступчивости – высокой проходимости. Ряды на Островского не слишком популярны, а для любого бизнеса важен трафик. Среди депутатов набирает популярность предложение смириться со стихийной торговлей и принять ее как неизбежность. А чтобы избавиться от жалоб на антисанитарию, поставить облегченные конструкции. Надо это все приводить к цивилизованным формам. Может быть действительно там, ну, поступиться газоном в конце концов, поступиться какой-то частью тротуара тогда, если действительно люди. Ну, все мы понимаем, не перейдут они на рынок строителей, потому что нет трафика. Для любого бизнесмена самое главное – люди, которые ходят мимо. Почему и выбираются эти места. Продолжение следует...